Добрый день, дорогие телезрители! На календаре 29 января, понедельник. Всем желаю только счастья, благополучия и удачи. Не разучиться радоваться мелочам, не бояться самим исполнять свои мечты и делать то, что приносит большое удовольствие и заряжает энергией, наполняет жизнь смыслом. Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире и я с большим удовольствием хочу представить вам наших сегодняшних гостей в студии. Итак, встречаем художественные руководители главный дирижер духового оркестра имени Испулата Абдулова Мадинет Мендагалиев, дирижер Олег Яриков, дирижер оркестра военной части 5517 Ахнет Абашев, артист оркестра Мэлс Меркиасов. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче, уважаемые гости. Ну и такой прекрасный повод сегодня здесь собраться в нашей студии, поговорить еще раз о вашем оркестре. Ну и, конечно же, напомнить зрителям о том, что 31 января в среду состоится большой концерт «Браво Бра» с участием всех дирижеров, артистов оркестра. Будут и приглашенные гости. Ну, в общем, ожидается такая яркая масштабная программа. Об этом все по порядку расскажут наши гости программы. Мэлс, хотелось бы сначала вам предоставить слово. Вот еще раз Мадинет, извиняюсь. Расскажите, пожалуйста, именно о концертной программе, чем на этот раз порадуете своего зрителя. Ну и в целом о предстоящих планах на будущее. Здравствуйте, дорогие зрители. На этом концерте, который мы намечаем, 31 января, называется программа «Браво Брас» под нашим духовым оркестром. Именно из Богата Абдулова. Эта программа как бы разно-жанрная будет. Световая музыка, эстрадные, приглашенные гости. В этот раз как бы у нас необычный концерт будет. Приглашенные дирижеры из разных, военные дирижеры, эстрадно-симфонического оркестра Никита Говоров, который сотрудничаем, Олег Владимирович, наш дирижер. Будет очень интересная программа, я думаю, вам очень понравится. И приглашаю 31 января, 18.30. Всех ждем на нашем концерте. Будет шоу-программа, со светом, все можно. Ну и сегодня для наших телезрителей такой приятный сюрприз. Тот телезритель, который задаст оригинальный вопрос к нашим гостям, может выиграть бесплатно билет на концерт. Здесь не один билет, а целых два билета. Поэтому поспешите, приготовьте свои вопросики интересные, так как время эфира ограничено и уже время пошло. Ну и, конечно, рада видеть и других ваших оркестрантов, дирижеров. А как так получилось, что вы все вместе решили объединиться? Я понимаю, вас всех объединяет любовь к музыке, но вот такой концерт именно, чтобы принимали участие дирижеры разных оркестров, жанров, впервые, наверное, у нас в городе. И я, конечно, сама в предвкушении, так хочется скорее попасть на этот концерт, насладиться прекрасной музыкой классической, чтобы вы ответили на этот вопрос. Олег. Добрый день, дорогие слушатели, зрители. Ну, я хочу немножко сказать о нашей программе. То, что программа наша на этом концерте будет необыкновенная. Не буду много рассказывать. Вы сами все увидите, услышите и узнаете. Но наш оркестр впервые делает такую программу, где будут и классика, и рок, и поп, и будут оперные произведения исполняться, и произведения военного репертуара. И поэтому мы решили как-то разнообразить. В принципе, в других оркестрах и в других городах это практикуется уже не впервые, но мы решили это сделать для наших горожан, для наших зрителей и для наших оркестрантов. Ну, я еще хочу добавить на то, что с нашим оркестром, допустим, такие дежуры, которые занимаются более симфонической музыкой, не принимали участия. В этот раз они в репертуаре будут оперные произведения даже исполняться. Спасибо. Ну, вот как вы часто находите своего слушателя? Ведь, согласитесь, сейчас высокое искусство сталкивается с недопониманием. Но у вас есть уже, наверное, своя аудитория, полюбившая именно вашу музыку, которая с большим удовольствием приходит на ваши концерты. Тут, наверное, молодежь, да, уже мы сейчас наблюдаем все больше молодых людей, которым нравится именно классика. Да, к нашему есть много слушателей, и поклонники, и молодежи, и старших поколений, где мы даем частенько концерты. Вот. Что бы я хотел бы сказать, мы как приходом главного дирижера Мадинета Батыровича, когда он стал художественным руководителем, главным художественным руководителем, вот, он предложил нам назвать имени, переименовать имя духового оркестра, именем Изблата Абдулова, вот. И, конечно, мы музыканты, и его главе Олега Владимировича, дирижера, мы его поддержали. Это его большая заслуга, большая работа. Это нельзя не вспомнить. Конечно, человек выдающийся, который он создал военный оркестр в 90-х годах, когда он собрал музыкантов, когда музыканты были без работы, собирал музыканты разных возрастов. Он создал военный оркестр, он же был художественным руководителем духового оркестра, Изблата Абдулова. Он для нас был не только дирижером, он был как наставником, другом, вот, товарищем, как он больше другом, Изблата Абдулова. Большой музыкант. Вот, помню, я один случай, когда я учился в институте, Изблата Абдулова, я подошел, говорю, Изблата Абдулова, у меня экзамен, вот, мне вот дали несколько аккордов, нужно создать из нескольких аккордов какую-нибудь песу, музыку. Он же, Изблата Абдулова, был же разносторонний же, он был и хорошо шарм, он был и волейболист, и теннисист, и решал хорошие кроссворды. Вот, кстати, вот, во время, когда он решает кроссворды, он сидит, я говорю, Изблата Абдулова, помогите мне вот эти, из этих аккордов составить какую-нибудь маленькую, короткую какую-нибудь композицию, мелодию. Он сидит ручкой, пишет. Я говорю, Изблата Абдулова, держите карандаш. Зачем мне, говорит, карандаш? Ну, как черновик, чтобы было показать преподавателю. Нет, мне, говорит, карандаша ничего не надо. И расписывают, расписывают, расписывают там, ничуть ли на два листа. Я говорю, Изблата Абдулова, у меня надо чуть-чуть, мне не поверить преподавателю, что это я это сделал, Я же не композитор же, ничего страшного, скажи, что я тебе помог, скажи, как есть. Я прихожу к преподавателю, показываю это произведение. Он говорит, кстати, из Бладбашки, как называется произведение, сам сочинишь. Я написал сочинение. Преподаватель смотрит на меня и говорит, это же, скажите честно, это выгод взял или написали произведение? Нет, ко мне помог, говорю, мой литератор, мой главный дирижер, профессор, доцент Избалат Яббатович. А мы его знаем, вот ему пятерка, а вам четверка, вы честно признались. Конечно, очень приятно работать сейчас на новом названии Избалата Ябатовича, на Абдулова. У нас сейчас играем, конечно, дирижеры же говорят, у нас очень много жанров играем, и классику играем, и Олег Владимирович говорит, и оперные произведения играем. Конечно, мы, во-первых, и себя тренируем, и на голову выше становимся. Вот, что еще могу добавить? Избалата Ябатовича мы очень любим, любили и любим его. Он для нас был очень родной. Очень много музыкантов выпустил, Булатый Батушка, Каскад Морьянович, он сейчас начальник военно-оркестрового службы, ушел на пенсию. Благодаря Избалатой Бату сейчас я вот здесь сижу, ушел на пенсию с военно-оркестра. Также продолжаю работать в оркестрах, вот, даем концерты. Не хватает такого человека у нас, надо о нем говорить. Город должен знать, город должен знать таких людей, да, город должен знать. Дорогие зрители, приходите на наш концерт имени Избалата Абдулова. Будем очень рады. Спасибо, Азиза. Хотелось бы теперь предоставить слово вам. Ах, нет, скажите, пожалуйста, вот, талантливый дирижер почувствовал, да, произведение, но вот нужно еще ведь и передать, да, свое ощущение музыкантам, как вам это удается сделать. И о своем оркестре военном тоже хотелось бы, чтобы вкратце рассказали. Во-первых, здравствуйте, здравствуйте, телезрители. Хотелось бы сказать перед тем, военный оркестр, это что такое, просто, все путают, просто военный оркестр чем отличается от городских, от каменных, от симфонических оркестров. Военный оркестр, главная задача военного оркестра именно средствами музыкальных искусств содействия идеологическому культурному воспитанию и строевого учки и повышению морального, боевого духа личного состава. Конечно, дирижеры бывают разные, особенно военные. Мы чуть, как говорится, из-за нашего распорядка дня, наверное, чуть, мы музыку чуть почувствуем, это чувствуем по-военному. И интерпретация военного дирижера чуть отличается от симфонической дирижерской, так скажем. Именно на нашем концерте 31 числа я буду держать марш, естественно. Марш и песня патриотического характера, вот она. Хотелось бы, как говорится, дело говорят больше слов. Дорогие зрители, приходите на наш концерт 31 числа. То, что мы можем, покажем на деле. Замечательно. Но еще раз напомню, дорогие друзья, что мы разыгрываем два билета на концерт «Браво Брас», который состоится 31 января, 18.30. И поэтому хотелось бы, чтобы вы были активными, присылали свои вопросы. Можете пожелания свои тоже прислать по указанному номеру на экране. 8700-028-5869. Ну, а также вы можете и позвонить на прямой эфир. 28 58 69. Это номер прямого эфира, наш телефон. Будьте активными еще раз. Ну и, конечно, приятного всем просмотра нашей передачи. Продолжим нашу беседу. И сейчас я уже обратила внимание, что вопросы поступают от наших зрителей. Давайте я задам первый вопрос. Здравствуйте, дорогая наша телеведущая и гости передачи. Очень рада видеть творческих людей в нашем городе. Классическая музыка всегда влекла меня в какой-то таинственный мир. Но услышать вживое – это что-то сказочное. А работа дирижера завораживает. Хотелось поспросить, с чего началось ваше творчество и что вдохновляет вас такой фантастической музыкой? Олег, может, вы попытаетесь ответить? Ну, я хочу немножко добавить то, что наш телеведущий задал вопрос по поводу того, что классической музыки. Ну, если взять немножко, копнуть глубже, то, конечно, классическая и симфоническая оперная музыка, она создавалась намного раньше, чем духовая. Можно сказать, что духовые оркестры и духовая музыка – это самое молодое. И если классическая и симфоническая камерная музыка – это 17 век, она создавалась, то, допустим, для духовых оркестров – это уже намного позже, это прошлый век. Но сейчас многие коллективы и у нас в Казахстане, и в других государствах, для них эта музыка доступна. И стараются, и мы тоже стараемся, чтобы для зрителей сделать музыку разножанровую. Также и оперную, и симфоническую, и классическую музыку. Конечно, у нас не такой, допустим, репертуар, как для симфонических оркестров и для камерных. Если для них эта музыка уже зарождалась и писали для них, то для нас эта музыка уже переделывается для коллективов. Это, конечно, большие трудности – аранжировать, инструментовать. Но, тем не менее, оркестры исполняют эти произведения. Так же, как и оперные, так же симфонические и камерные. Сейчас это все уже доступно. И мы постараемся донести до зрителей эту музыку и показать, что она ничем не отличается от других произведений. И джазы, и классики, и, допустим, марши. Она будет исполняться на таком же уровне. Этот вопрос, кстати, задала Мира Таусарова, наша активная телезрительница с поселка Федоровка. Так что принимайте вопросы. Есть у нас еще телефонный звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, рада вас слышать. Здравствуйте, Лаура, здравствуйте, гости студии. Я по профессии библиотекарь. Меня зовут Надежда. Очень приятно, Надежда. В современном мире наши гаджеты, телефоны вытеснили книгу, потому что современные дети, я скажу, что мало читают. И даже скажу больше, что и родители тоже мало читают и привлекают детей к этому. И вот скажите, пожалуйста, вот вы, кроме музыки, кроме вашей именно духовной такой пищи, да, вы еще чем увлекаетесь? Читаете ли вы книги? Привлекаете ли своих детей, внуков, например, к этому? Потому что сейчас для детей, конечно, очень много у нас в городе, мне кажется, можно все найти. И спортивные какие-то секции, и кружки живописи, ну, что угодно. А вот именно как же книги, вот как же вот такая духовная пища тоже для души? Ну, так как я по профессии библиотекарь, для меня вот такой вот волнительный вопрос современного нашего общества, современных детей. И вот мне хочется, вот, гости студии, читаете ли книги? И что вот последнее, может быть, вы прочитали из последних книг? В очки большое. Спасибо, Надежда, за вопрос, очень хороший вопрос. Здравствуйте, отвечу вам на ваш вопрос. У меня дети маленькие, одному 8 лет, другому 7 лет. Привлекаем ли своих детей куда-нибудь в спорт или музыке? Да, конечно, привлекаем. Надо детей привлекать, чтобы они были разносторонние, занимались не только музыкой. И в спорт ходили у меня оба маленьких детей, ходят ММА, спорт, занимаются спортом. Естественно, ходят на ментальную арифметику, где каждый год занимают первые места. Это чемпион Азии по математике, по ментальной арифметике. Дети, конечно, обучаем. Ну, сейчас они уже становятся самостоятельными. Ментальная арифметика, она помогает для развития, умственного развития, не только в спорте. Спорт, конечно, взять спорт и музыку, и то, что ребенок занимается, это все одно целое. Я думаю, надо, конечно, детей развивать. Считают ли они книжки? Ну, знаете, сейчас современные дети у них у всех телефоны. Вот они же сейчас все крутые же. У них сейчас смартфоны, телевизоры, игры. Хочется им, конечно, и поиграться, и отдохнуть. У меня сын занимается по 8 часов в день по математике. Ну, особо мы, как поняли, не до чтения. Да, иногда было не до чтения. Да, ну, если... Можно всегда говорить честно, да? Если у меня сегодня сын, например, говорит, папа, я, говорит, не пойду на уроки. Почему? Потому что я, говорит, литературу, говорит, плохо, говорит, ну, не прочитал, он был неподготовленный. Ну, как, почему, у тебя же есть же время? Было же, вот надо читать. Конечно. Ну, наверное, родители сами должны подавать примеры. Да, да, да. Он же не только у меня дети, и по музыке занимается, на пианино ходит, и на фрейд уходит. Да, родители, и спорт обязательно, да. На первом месте спорт все-таки. На первом месте спорт, да. А, книжки я читаю? Нет, я, конечно, книжки читаю, мотивационные книжки, да. В основном, у меня просто много времени нету. Я в кабинете сижу, пишу партитуру, репертуар делаю. По своей профессии мало очень читаю книжки. Ну, мотивационные книжки я, конечно, для себя читаю. Как настольная книга ваша, наверное, да? Обязательно. Спасибо. Еще такой интересный вопрос от нашей, наверное, скорее всего, эта девушка задала. Да, сейчас посмотрим имя ее. Волхия. Здравствуйте. Как вы думаете, у вас есть фанатки, которые вас везде ожидают, не дают прохода, везде ищут вас? Если нет, то хотелось бы иметь таких фанатов. Что вы ответите на этот вопрос? Ну, фанатки как бы, вот сейчас же развиты насчет Инстаграма, да. Везде, например, в других городах, какой-то дирижер выходит, кто-то танцует, кто-то... Это все интересно, да, сейчас, например, в том, что сейчас в Инстаграме мы какие-то видео выкладываем, которые дырек, сами пишут, хотят на наши концерты, например. Есть, я не сказал бы, что фанатки. Я в основном, например... Любитель творчества. Любитель творчества, да. Я вот, например, всегда оркестр, хочу, чтобы на наши концерты ходили, с ними общаясь, вот, да. Я бы не сказал, что они как бы фанатки, да. Так, еще, следующий вопрос от Динары. Чем лично вы предпочитаете дирижировать, руками или палочкой? На самом деле, вопрос такой интересный, конечно. Я бы мог так сказать, то, что, грубо говоря, нету разницы, руками любить, держать, жесткой палочкой, держать. Самое главное, чувствовать музыку. То, что ты чувствуешь, сделай так, что твою интерпретацию музыканты тоже почувствовали и имели какой-то... Каждый человек имеет свой почерк. Хотелось бы, чтобы каждый дежур, я так считаю, это как... Звучит... Одна-то музыка может звучать по-разному. Это зависит от дирижера, от дирижера, от его квалификации, как он позволяет, скажем так, от уровня профессионального любви. То есть одно и то же произведение, оно может звучать по-разному, да, в разных интерпретациях. Это как, типа, человек читает стихотворение, каждый чувствует по-разному и передает по-разному, естественно. Вот так. Можно и дирижерить, и жубочисткой. Ну, да, тут делаем, как чувствуешь. Как чувствует человек. Но в любом случае музыканты чувствуют уж дирижеры, наверное, не только по дирижированию, да, по взмаху там дирижерской палочки или руками, неважно. Уже, наверное, по глазам, да, уже читают по его там... Да, конечно. Каким-то жестам, мимике. Это так? Например, на этот концерт мы месяц готовились, да, вот, что эту программу сделать. Конечно, каждая репетиция мы программу делаем, где-то какие-то жесты, какие-то, ну, например, любое... Некоторые произведения можно и без дирижерской палочки как бы дирижировать, да. Ну, так. Это называется терминология понтомимика. Получается, ты смотришь на музыкантов, показываешь именно характер, характер музыки на мимике, в корпус и все. То, что ты, да, вот так. Ну, вот артисту, оркестр, наверное, тоже виднее, да? Вы же работаете с разными дирижерами. Конечно. Вы чувствуете энергетику? Конечно. А дирижеры-то много зависит, да. Дирижеры-то ведь главный полководец, да, как говорят? Вот смотрим дирижеры со стороны, наверное, зрители, наверное, думают, что это легко, показать, жесть, даже если дирижер танцует, это очень трудно. Вообще руководить оркестром, большими оркестрами и дирижировать, это очень сложно. Мы, конечно, музыканты, у нас и репетиции проходят, конечно, мы дирижеры понимаем и чувствуем, как без дирижера невозможно играть. Вот, где дирижер показывает, где пиано, пианист, самофорт, все ты должен соблюдать, как показывает дирижер. На этом концерте вы увидите, конечно, разных дирижеров. Сделайте сами сравнение. Разных почтар. Почувствуйте разницу. Ну, вот так мне я сказал, что разницы нет, что с палочкой, что без палочки. В принципе, да, главная роль дирижера нужно донести до оркестрантов, до музыкантов. Если взять, допустим, сейчас таких выдающихся дирижеров, как Гергиев, он никогда с палочкой вообще не дирижировать. Такой Моровинский. Моровинский, если даже он дирижировал с палочкой, то у него не было, как во всей дирижерской школе, взмахи, все. Он буквально перед собой, он мог просто так ее держать, и его музыканты понимали. И очень часто музыканты понимают дирижера, руководителя по взгляду, по его мимике, по его глазам. И правильно слово, что палочка – это не главное для дирижера. Так что я тоже советую. Посмотрите, выдающийся дирижер Гергиев, он палочки не кондижирует, он так вот просто пальчики немножко шевелит, и его все музыканты понимают. Спасибо. 15 минут остается до окончания эфира. Ну, вы, как поняли, наши телезрители активны сегодня, вопросы очень интересны. Я думаю, в конце, наверное, передачи вам сложно будет определиться с победителем. Но я для этого сейчас дам время. Переключимся на музыкальную композицию, где вы можете уже обсудить, уже понять, чей вопрос вам больше понравился, затронул вашу душу. Ну, а другие еще телезрители могут подключиться, так как у нас есть еще время. Поэтому у вас есть прекрасный шанс выиграть билет на концерт, который состоится 31 января в эту среду. ДК «Молодежи». Концерт называется «Браво Брас». Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. И это у нас остается еще 10 минут до окончания передачи. И еще такой вопрос. Что самое трудное для вас в дирижерской профессии интересуется? Хайрат, телезритель. Я запишу имя, чтобы не забыть. Пять минут. Есть ли трудности какие-то? Или все легко дается? Опять же, субъективное мнение. Каждая профессия имеет свои сложности. Я сам обучался именно дирижерски. Война военного дирижера пять лет. Пять лет этот труд. И еще это заведение, военный университет называется, военный университет Министерства обороны. Там свои распорядки именно военные. И притом мы занимаемся на инструментах. Они малили в то время. Играли на инструментах. У нас был свой курсантский оркестр еще. Ну, не скажу так, чтобы все легко было. Я так считаю, каждая профессия тоже имеет свои сложности. Самое главное, чтобы человек занимался. Говорят, вот, Мадинетом Батруевичем, при своем уважении к Мадинету Батруевичу, я с ним не соглашусь насчет мотивации. Я так считаю, это дисциплина. Если человек имеет дисциплину, и у него все будет, и цель будет, и стратегия, и так далее. Я так считаю, дисциплина. Ну, вы как военный человек рассуждаете сейчас. Мадинет, это свое мнение, да? Опять же, мотивация как настроение. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня хотел пробежаться. Погода хорошая, а завтра дождь. То есть дисциплина должна быть, несмотря на погоду. Дисциплина, цель и стратегия. Несмотря ни на какие преграды. Когда занимаешься человеком, если не талантлив, то занимается систематично. При чем угодно, хочешь спас меня. А как же? Вдохновение ведь тоже нужно, согласитесь. Опять же, знаете, у каждого человека... Тем более нам, творческим людям. Я не знаю, я чуть, наверное, как по-военному рассуждаю. Просто тут дисциплина. После дисциплины раздается какой-то результат. От результата у меня лично появляется мотивация. А не так наоборот. Действуешь постоянно, систематично. Ну, а все-таки чем вы сами вдохновляетесь? Скажите, пожалуйста, где берете? Вот источник вдохновения. Откуда вы черпаете эту энергию? Профессия дирижера... Ко мне... Я сам, как бы, инструмент... На инструмент... Ну, оркестрантом тоже когда-то. Со всеми многими дирижером работал. Лет тринадцать, наверное, пятнадцать лет назад. Канад Мугинович, когда сюда приехал. И первый... Для меня первый... И сразу с ефонским оркестром... Первый... Стал за пульт. Ну, когда оркестрантом бываешь, ты думаешь, ой, что там махать и все. Но как встал за пульт, эта профессия уже очень серьезная. Здесь я, конечно, согласен. Дисциплина – это первую очередь. Но, знаете, если не мотивировать оркестрантов, интерес, там, своим работают, дисциплина, конечно, надо. Но строго же тоже надо быть с оркестрантами, да? Но вы должны заражать еще своим энтузиазмом весь оркестр, да? Ну, да. В моем понятии, как бы, профессия дирижера – это руководитель, это очень, конечно, сложно. Там ты не только дирижер, ты вообще психологом должен быть. Каждого оркестранта, у кого-то там проблемы, там все это, знаете. То есть каждому нужен свой подход индивидуальный? Каждому индивидуальный подход нужен. Ну, хотелось бы, чтобы вы поделились в заключении своими планами на будущее. У нас сейчас остается шесть минут до окончания эфира. Ну, планы на этот год у нас. Вот проведем вот этот концерт. После этого в феврале месяце у нас еще три концерта по институтам, по западным регионам. Потом 2 марта мы гастролируем в октябре, будет совместный концерт с Духовым оркестром в октябре и наш концерт. 2 марта у нас будет там концерт гастролей и отрав в этом году планируем, конечно. И концертов на каждый месяц у нас расписан. Я сейчас не могу, как бы, какая программа, так сказать. Есть в этом году у нас и рок-программа будет, и страны с детьми будем работать. Каждый солист, хор, дети. Вот планы есть, но пока не будем забегать вперед, да. Спасибо. Ну, и в заключение еще раз, может быть, вы пожелаете нашим телезрителям что-нибудь хорошее. Можете опять-таки пригласить на концерт. Ну, и не забываем, что эти два билета сейчас мы должны будем разыграть, подарить нашим телезрителям. Чьи вопросы вас больше вдохновили, заинтересовали? Мне понравился сегодня вопрос про дирижера, да? Да. Именно какой вопрос? С палочкой? Да, балка вроде. Балка, да? Да. А что дирижера, палочки или без палочки? Первый, один вопрос, так. И второй вопрос, чей? Второй вопрос, я думаю, Надя, которая задала вопрос про... Книги. ...детей, книги, да. Ну, я надеюсь, после ее вопроса, после вопроса Надежды, вы обязательно обратите внимание на это. Спасибо. И все-таки дети будут больше, да, заинтересованы в чтении книг, потому что сейчас это очень важно также. Олег Вадимович. Ну, я поддерживаю тех коллег, да, своих, и кто нам и задал вопрос, и присоединяюсь тоже к этому, что вот эти два вопроса, они выиграли наши билеты. Так что мы всех приглашаем, всех ждем на наши концерты, на наши выступления праздничные. Мы очень много выступаем не только в залах, но и стараемся донести нашу музыку в торговых центрах, на городских площадках. Так что мы будем очень рады, если вы будете посещать наши концерты и праздничные выступления. Ждем вас, дорогие. Спасибо. Ваши пожелания. Дорогие зрители, приходите на наши концерты, поддерживайте наши коллективы, вообще западного региона, не только Духового оркестра, там и Стратсимфонический оркестр. Все, многие коллективы у нас есть, чтобы поддерживали, приходите на наши концерты, всем вам желаю добро и счастья, успехов творческих. Также хотел бы добавить, дорогие зрители, я хотел бы вам пожелать главное здоровья, счастья вам, вашим близким, родным. Берегите себя и берегите своих близких. До встречи. Хотелось бы воспользоваться моментом, у меня на данный момент военный оркестр, есть 2 вакансии, 2 вакансии. Приглашаю, у кого есть средне-музыкальное, именно средне-специальное образование, приглашаю на военный оркестр, Жуку ВАШ-6. В конце хотелось бы сказать, чтобы жили, наслаждались, ценили то, что имеем на данный момент. И приглашаем всех жителей города Уральск, 31-й концерт, Елема Заманжера, Томас Таншболса. А я желаю вам невероятных успехов в творчестве и вашей личной жизни. Пусть каждый день приносит с собой вдохновение и желание покорять весь мир, процветание вашему оркестру, побольше благодарных зрителей. Ну и встретимся на концерте в эту среду. Поэтому мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания. Так же, как и до свидания всем нашим телезрителям. Пусть каждое событие будет наполнено только радостными мгновениями, блеском в глазах, улыбками близких. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!